Что по сути о себе можно сказать или можно сказать об этом договоре? Он преступный по определенным юридическим и четким пониманиям. Я этот договор демонстрировал на разных ивентах, средствах массовой информации, в частности. Мне абсолютно непонятно, как украинские чиновники могут подписывать договор, в котором написано, что электроэнергия поступает в Крымский федеральный округ Российской Федерации. Мне абсолютно непонятно, как не обращать внимания на правила заполнения договоров. Я не говорю уже об этике, где в договоре существует три компании. Это Украинтерэнерго с украинской стороны, это центр расчетов Российской Федерации и третья компания называется государственная крымская компания Крымэнерго. Этого юрлица не существует. Это юрлицо, отобранное у нас, директоры этой компании, в отношении него открыто уголовное производство. Я подозреваю, что он должен был быть в розыске и с лицом которого в розыске мы подписываем договор. Я могу привести только один пример, что в Латвии за то, что туркомпания подписала договор на поставку туристов из Латвии в Крым, было открыто уголовное дело, были проведены обыскы, был задержан директор. По простым пониманиям, потому что подписали договор с несуществующим лицом, потому что забирали из Украины. Основок из этого, про что вы говорите, это то, что мы просто воспринимаем эту угоду, как недействительную и нечинную, или что мают быть порушены карные справы, что украинских чиновников, которые это подписывают? Они открыты, эти уголовное производство, в том числе по моим заявлениям. Мы говорим, что этот договор не может быть, он недействительный. Более того, он подрывает, имеет явный сепаратистский характер. Продолжение следует...